Париж. Этот город может дарить разные воспоминания. О маленьких кафе, музыке, любви и даже о смерти. Впрочем, мало кто покидал его с тем же каскадом открытия и впечатлений, которые получил Джордж Стобарт. Случилось это осенью на закате тысячелетия. Турист мирно приклёбывал кофе на свежем воздухе, когда его отбросило взрывной волной. Бистро уничтожено, погиб посетитель. Ситуация страшная, но мало ли что стряслось. Кто-то слишком громко хрустнул французской булкой или типа того. Дело можно было закрыть, если бы за секунды до трагедии Стобарт не заметил подозрительного мужика в костюме клоуна. Что, как известно, никогда не является добрым знаком. Отряхнув джинсы, парень пускается в приключение. Очень уж захотелось ему найти этого шутниару, дабы передать в руки правосудия. И заодно впечатлить миленькую журналистку Николь Колар, которая сама едва не пополнила список жертв. Человек по имени Плантар хотел передать ей некую информацию, но не успел. Теперь же ее по кусочкам будет собирать Джордж. Благо ему хватает свободного времени и либидо, чтобы зарыться в многовековые тайны Ордена Тамплиеров. С ним мы метнемся в Испанию, Ирландию и даже Сирию. Распечатаем тонну фирменных головоломок и окажемся в центре глобального заговора элит, разыскивающих так называемый Меч Бафомета. Источник могущественной силы, которая даст им достаточно власти и влияния, чтобы учинить новый мировой порядок. А этого допустить никак нельзя. Broken Sword Shadow of Templars вышла в 1996 году и стала третьей игрой студии Revolution Software. Она же ответственна за мощные адвенчуры Lure of the Temptness и Beneath a Steel Sky. Один из основателей и, по сути, главных затейников Чарльз Сессил, интересовался тематикой Тамплиеров и активно пропихивал ее Virgin Software как роскошную основу для квеста. По концовке издатель не выдержал, дал Сессилу благословение и миллион фунтов стерлингов. Примерно в такую сумму автор потом оценил траты на первую часть. Говорят, она по сей день остается одной из самых дорогих британских игр с учетом инфляции, но это требует углубленного фактчекинга, так что судить не берусь. Правда в том, что Broken Sword стал уважаемым приключенческим франчайзом. Хоть и не вполне ровным, чего только стоит его сомнительный переход в 3D. Об эту палку споткнулись многие ремесленники жанра в свое время. Однако Чарльз Сессил все еще у руля. Классика переиздается и дополняется, серия по итогу вернулась к родному формату, а Revolution Software уже активно корпят над шестой частью. Кстати, в этом году студии исполнилось 35 лет. Broken Sword несомненно является важным, наверное даже знаковым квестом золотой эпохи, и я не могу не отметить его в рубрике Quest 4, которая для подобных вещей преимущественно и создана. Я всегда делал эти видосы по фану, поскольку с детства люблю Point and Click, но в последнее время было как-то не до них. Очень хотелось бы чаще сюда возвращаться, поэтому призываю вас оценивать видео пальцами и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и большие обзоры, само собой. Традиционно напоминаю о своей телеге с новостями и микроблогом, а также бусти, если вдруг захотите помочь мне копейкой. В качестве комплиментов есть ранний доступ к контенту, упоминания в титрах и внутри обзора на меловой доске. А с отдельными спонсорами я созваниваюсь в Discord конфе каждое второе воскресенье месяца. Да, еще я завел твич, прости господи. Мы там смотрим победителей и киноауков, так что обязательно фолловьте, если такое любите. Ссылки, разумеется, в описании. Если бы я укладывал сюжет Broken Sword в рамки какого-то жанра, наверное, им стал бы интеллектуальный детектив. И интеллектуальный он не потому, что слишком умный. Такие вещи обычно закручены на элементах культуры, религии, философии и истории, но, как правило, остаются попкорном. Если короче, это типа как Кот да Винчи, только видео и игра. Что тоже не вполне справедливо, поскольку Дэн Браун выкатил свою историю через 7 лет после релиза Меча. У Сессила потом спрашивали мнение о схожести обоих произведений, и тот вежливо заметил, что бывает, формула жанра так устроена, и саму на глобус лучше не натягивать. Да и судиться с Брауном все равно никаких денег не хватит, так что ну его нафиг. Неясно, любил ли писатель позалипать в Point and Click, но оба мужчины точно читали одну и ту же книгу. Да Холли Букан Холли Грейл много ругали за антинаучность, похабные отношения к мифологии, христианству, лично Иисусу Христу и хорошему вкусу, наверное. То была и такая компиляция авторских домыслов и конспирологических теорий, вроде Приората Сиона и Ордена Тамплиеров, откуда те, собственно, вышли. Книгу буквально уничтожали с помощью фактов и логики, однако она повела за собой целый костяк подражателей и последователей. Браун и Сессил далеко не единственные, кто здесь упражнялся. Не будем рассуждать о том, насколько такой контент популярен и как он воздействует на мозге отдельных разумистов. Включите канал РЕН-ТВ или прогуляйтесь по ближайшему книжному, если интересно. Суть в том, что теории заговора могут лечь по основу неплохой художественной работы, и Revolution Software задействовали все свои навыки, чтобы сделать Брокенсворд увлекательным и остросюжетным. Правила были соблюдены. В наличии плотная детективная составляющая, череда странных убийств, совершенных ряженым мужиком, конспирологическая основа про Тамплиеров и древние достопримечательности, хранящие множество их тайн и секретов. Герой-харизматик, естественно, тоже есть. Джордж, может, и не сведущ в истории и культуре, но достаточно обаятелен и уперт, чтобы провоцировать окружающих на поступки. Так, здесь он уговаривает английскую графиню отвлечь администратора, чтобы тихонечко стырить ключи от номера подозреваемого. А потом и задушнить бедолагу, чтобы тот выдал его вещи из сейфа. Приятный тип, хотя бы поначалу и кажется довольно отмороженным. В смысле, кто в здравом уме погонится за убийцей? Ломится в комнату отеля и стырит древний манускрипт, не имея на то достаточной мотивации или хотя бы подготовки. Быть может, он впрямь частный детектив, каковым представляется некоторым NPC. На самом деле нет, Стобарт работает юристом по интеллектуальному праву, о чем станет известно лишь в будущих играх. Или режиссерской версии однерки, куда тактически добавили пару реплик, сглаживающих странности главного героя. Как я поднялся, все я мог услышать, все я мог услышать, что это не дешевле границей. Жизнь идет вокруг меня, но вспомнился, чтобы изменять свою жизнь forever. В следующий момент, какие-то клавы у меня улетали. Я знал прямо о том, что я буду делать. Я буду найти этого клава и привести его к праву. Потому что права важно. Права важно. Права важно, и права, и... Оригинал же не дает ему внятного бэкграунда. Джордж простой американский турист, которому хватит единственной беседы с симпатичной француженкой, чтобы засунуть свой нос даже в канализацию. Естественно, строго в рамках расследования. Акулара не против. Карьера фото-журналистки еще находится в зените, и о прорывном материале она мечтает куда больше, чем о рандомном иностранце. Тем более, что похожие инциденты Николь уже освещала. Два известных пецената были убиты при загадочных обстоятельствах, причем поблизости всегда топтались люди в смешных костюмах. Пингвина, снеговика, вот настал и клоунский черед. Девушка видит здесь четкую связь, и... Надо сказать, ей сильно повезло, что Соберт оказался настолько сговорчивым. Ведь пока он собирает информацию, решает древние головоломки и всячески рискует жизнью, Николь мирно сидит в уютной квартирке и занимается... чем-то. Чем именно Нико занималась, стало минимально известно лишь в 2009 году. Директор скат дополнен линией, в которой Калар идет брать интервью у медиа-магната Пьера Коршона. Он сам ее пригласил, поскольку хорошо знал отца девушки и мог доверять только ей. Увы, Коршон тут же ловит неиллюзорную маслину от мима и погибает, не успев толком ничего рассказать. Именно так Николь ввязалась во всю тамплиерскую свистопляску, и именно поэтому Плантарт означил ей встречу в злополучном кафе. Эпизоды сошиты внутрь оригинальной игры, однако суммарно длятся не больше часа и нужны примерно незачем. Эдакий филлер, который заканчивается столь же внезапно, как начинается. Наверное, самая интересная деталь здесь, это то, что по молодости Чита Коршонов промышляла наемничеством и зачищала африканские деревни в компании с батей Николь. Сперва это ее очень шокирует, но в конце выясняется, что на самом деле он был правительственным агентом и вообще классным парнем. Роскошно. Сессилу и его сценаристам Дэйбу Каммингсу и Джону Говарду очень нравился концепт двух персонажей, которые обсуждали бы друг с другом «Последние события и находки». Посему в конце каждого блока Джордж непременно спешит на хату подруги, где они вместе соображают, что делать дальше. Впрочем, моментов, где инсайды выкатывает сама журналистка, я могу вспомнить «Ну, от силы штуки две». Тот, где она рассказывает о прошлых убийствах и манускрипте после консультации с историком Андре Лобеню. Периодически Revolution Software, конечно, вспоминают о героине и даже задействуют в головоломках. Например, здесь она буквально уничтожает мужское достоинство муляра по телефону, и остается только гадать, каким истязанием подверглась эго несчастного Скуфидона. Николь вообще невозможно назвать плохим или неприятным персонажем. Их с Джорджем химия развивается, со временем они становятся добрыми друзьями, а под конец даже немножко больше. Николь в целом мила, но а странный язык. Однако в первой половине игры может сложиться впечатление, что она просто мечтает избавиться от срановой Янки как можно скорее. Меня разрывает эпизод, где Джордж пытается выкрасть треногу из музея под покровом ночи, но попадается гангстером. Казалось бы, все пропало, однако внезапно для всех с крыши свешивается этот французский Том Круз, хватает артефакт и... оставляет бессознательного кореша на месте преступления. Об уровне ее физподготовки с тех пор никто, кстати, не распространяется. Если вы с Брокенсворд не знакомы, скорее всего, удивились градусу местного абсурда. Особенно после телеги про интеллектуальный детектив. Это не баг. Shadow of Templars строит серьезную мину, где это уместно. В экспозиционных перебивках, моментах важных открытий, когда героям реально что-то угрожает. Но в целом держится в рамках легкого, забавного приключения. Его ролики смахивают на работы Дона Блута и неспроста. Нет, сам Блут никаких дел с Revolution Software не имел. Зато их имели парочка художников его дублинской студии. Игон Кахел и... Нил Брин. Нет, это не он. На самом деле это художник Корнелиус Брин. Ребята трудились там много лет и помогли придать игре фирменный облик. Без влияния Лукасарс, разумеется, тоже не обошлось, поскольку Сесил является страстным поклонником классических Манки Айленд. Забавно, что впоследствии уже сам Рон Гилберт расхвалил Брокенсворд как умел. И вовсе неудивительно, как в этой истории образовались личности вроде инспектора Росса, который использует психо-ментальные эзотерические навыки в раскрытии преступлений. Говорят, даже успешно. Немого администратора клуба в сирийском Марибе, большинство мест в игре, кстати, вымышлены, запершего единственный сортир в отместку за то, что кто-то стырил оттуда дизайнерский ёршик, ну или унылого продавца кебабов, который этим самым ёршиком чистит мангал. Ассортимент всех больных здесь довольно обширен, и если Shadow of Templars кому и покажется скучным, то сугубо из-за своего темпа. В оригинале нельзя быстро переключаться между экранами, а ходит Джордж ну очень неторопливо. Ну и быть может и за общей продолжительностью игры. Чистые гайды с ютуба длятся до 8 часов, это с условием, что авторы знают, что делают. Я проходил Брокенсворд до этого, но очень давно, совершенно забыл, насколько падло здоровое. Причем подавляющую часть диалогов просто не хочется скипать. Я не скажу, что первый Брокенсворд является кладезью искрометнейших анекдотов, но определенный шарм можно найти даже в заумных беседах с историком Андре, которого больше радует перспектива поработать с молоденькой журналисткой, чем с древним манускриптом. Не могу его осудить. Хотя диалоговую систему здесь несколько перетянули, на мой взгляд. Вот как мы привыкли. Кликаем в небесе, всплывает окно выбора реплики. То есть мы примерно понимаем, что персонаж хочет спросить у собеседника и вольны отфильтровывать все, что нас не интересует. Революшн зашли с другой стороны, заменив привычные строки графическими иконками. Они иллюстрируют тему беседы, но что и с какого угла будет обсуждаться, узнаешь по клику. С одной стороны это прикольно. Добавляет процессу интриги. С другой, некоторые топики приходится зажимать до тех пор, пока опция не исчезнет. И тут как повезет. Либо вы выслушаете нечто действительно важное для сюжета или загадок, либо убьете с пяток минут на совершенно неважную галиматью. Благо хотя бы веселую. А в целом жить можно. С пазлами тоже. Точек интеракции на экранах обычно немного, но определенные затыки с пиксельхантингом, конечно, случаются. С ним и... Странноватой детализацией некоторых объектов. Что вот это такое? Ланчбокс? Ящик с инструментами? Нет, это телефон. Ладно, допустим. Или в ирландском баре. Нужно проникнуть в подвал, поэтому Джордж представляется мастером, который починит посудомойку. Здесь на внимательность на самом деле, поскольку сама посудомойка в порядке. Проблемы с проводкой, о чем бармен упоминает чуть раньше. Теперь зацените вот это. Я понимаю, что тут все логично и пропорционально, но это буквально элемент декорации. До того крохотный, что засечь реакцию курсора возможно лишь том на елозе им по всей области. Благо, хоть опций немного. По правой мыши Джордж прокомментирует объект, а по левой сделает то, что предложит сама игра. Тут без приколов. У меня нет особых проблем с пазлами Берокенсворд с их. Логической частью. Зато одержимость создателей ивентами на реакцию немного подбешивала. Тут хватает фигни, где надо успеть сделать дело, пока NPC отвлечен. Иногда его приходится отвлекать самому. Как в музее, где надо открыть окно, чтобы смотритель триггернулся и стал закрывать его взад. Это за тем, чтобы Стобрд залез в саркофаг и дождался ночи, когда можно будет свистнуть треногу. И абсолютно нормально, что квест образца 96-го не учитывает угол обзора персонажа. Но как же это все медленно, блин? Нет, месье. Заткнись. Широко известный вот это вот. Забравшись на территорию древнего замка, Джордж Стобард, которого страшит, пожалуй, лишь мнение рандомной француженки, и отсутствие налички, наверное. В смысле, он гастролирует по странам, как сраная рок-звезда, но не может потратить 50 баксов на такси. Короче, здесь этот мужчина встречает своего главного немезиду. Пазл с козлом — это, в принципе, все, что вам нужно знать о такого рода забавах. Важно, чтобы поводок зверя зацепился за плуг. Тогда Джордж спокойно зайдет в помещение и сделает все, что надо. Но мы, конечно, не ищем легких путей. Нет, надо сперва встать вот в эту точку и, оказавшись на земле, резко метнуться в сторону. Да, кто б мог подумать, еще одна убедительная победа человека над природой. Козлина. На самом деле, я затронул эти моменты чисто для фана. Они могут занять время и выбесить, но решение, как правило, болтается на поверхности и поддается здравому смыслу. И все было бы замечательно, если бы не маленький нюанс. Видите ли, Джордж Стобарт смертен. И нокдаун смертен внезапно, поэтому я заклинаю всех, кто еще только планирует сыграть в Broken Sword, сохраняться при первой возможности. Хотя эти люди наверняка пойдут в Директор Скат, откуда эту штуковину тупо вырезали. Ко всеобщему неудовольствую, кстати. В оригинале же я насчитал примерно штук 5 таких эпизодов. Все они анимированы и нагоняют светлые воспоминания о деньках, когда я мудил ретроспективу Space Quest. Ссылка на плейлист сверху будет. Мой любимый момент, где Джордж впервые сталкивается лицом к лицу с Каном. Это тот самый киллер, который любит наряжаться в маскотов и гонять на Феррари по маленьким ирландским деревням. Прятаться нужно у всех на виду. Особенно, если есть крутая точила. Это вот прям кондовая голливудская сцена, в которой протагонист рискует всем, чтобы спастись. Другой вопрос, что опция пнуть выпавший из рук убийцы пистолет тоже выглядит валидной. Однако... Это уморительная сцена, поскольку... Естественно, в финале вас ждет конфронтация с неотамплиерами. Карты сбросятся, герои сдюжат с последним испытанием и добро победит зло. Опять. Однако все это не возымело бы должного эффекта, если бы история не пожертвовала каким-нибудь важным персонажем. Таковым здесь стал Кан. Оказалось, что он не вполне злодей, но член тех самых хашишинов. Неотусовку он считал опасной для человечества и недостойной оригинальных тамплиеров. Поэтому делал что мог, последовательно истребляя ее членов. Ну и развлекая прохожих на улице, я полагаю. Не, ну спасибо, что сообщил, чё. Shadow of Templars завершается эпическим взрывом старой церкви в Шотландии с культистами внутри. Ими и парой дорогущих реликвий. Что ж, по крайней мере, теперь никто не покусится на древнюю силу, которая может навернуть все на свете. Хотя бы до следующей части, которую авторы анонсируют уже в конце финальных титров. Похождения Стопорда и Калар по сути только начались. В будущем они познают лорд цивилизации Майя, разыщут очередной источник опасной энергии и, конечно же, вновь склеснутся с неотамплиерами. Потому что настолько глубокий корень одним взрывом не выкорчевать. Сегодня может быть трудно понять, почему Брокенсворд так выстрелил. История помнит квесты логичней, смешнее и динамичней. И я даже не про игрографию Лукасарц. Делали в повальной любви аудитории к байкам промассонов, тамплиеров и прочих рептилоидов. Или в привлекательной оболочке игры. Ее стиле, озвучке и восхитительной музыке. Можно строить много теорий, но реальность одна. В 1996-м Revolution Software ворвались на квестовый огонек со своим мега-блокбастером. К началу 2000-го он продался миллионам копий, а в 2024-м ждет свой пятый сиквел. Естественно, серия Брокенсворд уже не настолько известна, да и в целом не так хороша, как многие привыкли думать. Но Shadow of Templars представила действительно плотное, качественное приключение. Моментами дерзкое, местами психотронное, но чертовски обаятельное. Как и пара его главных героев. Они, может, не на слуху их, не косплеят на тематических конвентах и все такое, но имена Джорджа Стобарда и Нико Кулар обязательно всплывают в памяти тех, кто однажды влюбился в Point&Click. А если с вами этого не случается, что ж, быть может, пора вас познакомить поближе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok